В фойе маленького отеля уже с начала декабря витает новогоднее настроение. Разноцветными огнями гостей встречает красавица елка. Рождественские свечи украшают уютный интерьер и напоминают о приближающемся празднике. А теплое приветствие администратора сразу настраивает на дружелюбный лад. Вежливости, правильная русская речь, обязательные требования к персоналу. А в администраторы престижа вы попадете только если владеете двумя иностранными языками. За последние годы объем предложений на Салвинском рынке гостиничных услуг возрос, а если растет конкуренция, значит нужно держать марку и развиваться. Можно с уверенностью сказать, что администрации гостиницы это получается. Последние три месяца очень хорошо загружено благодаря нашим постоянным клиентам, которые у нас бывают и выходные дни. Потому что наша проблема в том, что у нас мало загружены выходные дни, поскольку гости прибывают на рабочую неделю на предприятии. А те же самые немцы СМС-мэр, те же самые чехи, если они приезжают к нам надолго, значит они от нас и не выезжают на выходные. Бывает, что они планируют какие-то поездки в Екатеринбург, но номера остаются за ними. Поэтому загрузка последние три месяца больше 70%. Это очень хорошо для нашего маленького провинциального городка. Мы, конечно, любим визиты наших долгожителей. На сегодняшний день это фирма СМС-мэр Германия, которые проживают в гостинице более чем полтора года. Также очень много чехов у нас живет. Месяца по два, по три. Бывает и такое, что в престиж часто переселяются клиенты из других гостиниц, а некоторые гости, приезжая в Верхнюю Салду, останавливаются только здесь. Поскольку реализация многих совместных проектов требует длительного нахождения иностранных специалистов на производстве, то и гостят они здесь подолгу. Немецкие и чешские парни считаются в престиже своими. И персонал уже точно знает, кто в какой номер предпочтет заселиться во время следующей командировки в Салду. Выбор, конечно, в маленьком престиже невелик. Гостиница предлагает 25 номеров. Из них 18 одноместных, 2 двухместных и 5 номеров класса люкс. Стоимость одноместного номера укладывается в стандартные расценки сферы гостиничного бизнеса. Двухкомнатные номера люкс стоят чуть дороже стандарта и пользуются большим спросом у гостей. Особенно популярен люкс с большим кожаным диваном. Эти апартаменты часто заказывают для салдинских молодоженов. Сейчас проходим процедуру подготовки классификации гостиницы, которая предполагает присвоение звездности. Мы претендуем на три звезды согласно предоставляемым услугам. В каждом номере у нас есть гладильное оборудование, чайник, беспроводной выход в интернет, телевидение с одним иностранным каналом, программируемый сейф, мини-бар, то есть это тот же самый холодильник, который вмонтирован в письменный стол. Ну и, естественно, санузел в каждом номере. В стоимость номера у нас входит чайный набор, куда входит чай зеленый-черный, кофе, сахар, шоколад, вафли либо печенье, вода, сок. Ну и с июля месяца мы включили завтрак в стоимость номера. Кормить постояльцев завтраками стало возможным после открытия в здании гостиницы кафе, едва ли не главного проекта, реализации которого здесь ждали давно. А на Новый год есть новые планы. Час задача стоит у нас в следующем году обеспечение администраторов, то есть всего персонала, который участвует в приеме, расчете, общению с гостями, обеспечить их униформой согласно коллективного договора. То есть мы планируем получить униформу уже в январе-феврале, то есть у нас будет абсолютно другой имидж, так скажем, нашей входной группы. Еще задачи ставим себе на следующий год, все же по кондиционированию наладить всю систему. Провести реконструкцию системы кондиционирования в номерах администрацию престижа сподвиг привет в книге отзывов. Отклики разные, есть с предложениями и пожеланиями, но большинство это слова благодарности. Объездил весь север, часть области, нигде не видел такого сервиса, держите марку. В основном благодарят за обслуживание, за сервис, за внимание. Вот есть в частности также отзывы от звезд Алексея Панина, от ногу свело Максима Покровского, от офицера запаса даже есть отзыв. Вот у нас был также спортсмен Чепиков недавно тоже оставил теплый отзыв. И вот недавние тоже гости из Санкт-Петербурга говорят, обязательно вернемся. Под Новый год клиентов, как правило, становится меньше. Иностранцы уезжают на родину уже в середине декабря, чтобы успеть встретить Рождество в кругу семьи. Наши соотечественники тоже спешат закончить дела в преддверии Нового года. Но уже в первой декаде января 2016-го здесь вновь зазвучит на русском «Здравствуйте, дорогие гости» и на международном английском «Hello, dear guests».